Не ждите вот такого подробного описания, как у Настрадамуса или как у Ванги. Во-первых, ни у того, ни у другого такого точного распорядка нету. Есть интерпретации. И у меня тоже нету точного, потому что я это записывал больше, как бы сказать, по инерции, записывал на аудио. Частично, конечно, это у меня запомнилось в голове, но у меня больше запомнилось то, что как раз ярко противоречило моим представлениям. То есть то, что меня возмущало, как полная глупость, голематья, и этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вот это я запомнил. Остальное, то, что было на аудиозаписях, а там было у меня достаточно много этих кассет, но постепенно они частично разошлись, половина, то есть их заиграли просто. А частично они до сих пор есть, но они в таком состоянии, что нужны элементарно реставраторы, чтобы их нормально перезаписать, наверное, на какой-то носитель. Но это не труд обычного пользователя, это уже должен быть хороший человек, хороший специалист. А в чем суть? Значит, теперь в чем суть? Я имею в виду, не ждите, я как раз не буду идти по пути телевидения, которое, так сказать, задним числом придумывает за Вангу любые предсказания, то есть события нашего дня, так сказать, переписывает, что Ванга это тоже предупреждала. Вот, я не буду говорить, что Гайдучок тоже это говорил, хотя на самом деле именно так оно и есть в реальности. Вот, но я вам объясняю, что вот такого четкого распорядка, четкого расписания уже не будет, к сожалению. Если только не починят эти аудиокассеты, и там, может быть, я все-таки давно их слушал, может быть, там что-то и есть более конкретное. Теперь по сути, значит, кратко для тех, кто не в теме, кто такой Гайдучок, значит, это мальчик, который, подросток, который, по его словам, попал в наше время, ну, точнее, не в наше время, а в первую половину 20 века. В 20-е годы, по-моему, в 20-е, да, по его словам, кстати говоря, где тут Ольга убежала, по ее словам, он прилетел из 23 века с девушкой, по-моему, в Ставропольский край. Почему я и сказал, Ольга, она оттуда. Вот. Они прилетели, подчеркиваю, это, так сказать, его версия, которую я слышал в витиеватых подробностях. Он мне все это рассказывал. Я, мне это было жутко интересно, потому что мне тема машины времени была интересна, и, соответственно, и он мне это рассказывал, как человеку, который занимается машиной времени, и, значит, он знал, что я едва ли не единственный человек, который серьезно, который не будет смеяться при этом рассказе, поскольку он в детстве читал мои книжки о машине, мою книжку о машине времени. Значит, это, вот эта фраза, так сказать, меня очень забавляла, ну, не столько льстила, сколько, так сказать, сколько, так сказать, меня просто в ступор отправляло, потому что я не написал еще ни одной книжки, даже ни одной статьи. Вот. Ну, когда я его спрашивал, значит, как называется книжка, которую, якобы, так сказать, в детстве он читал, при этом это говорил мне деду, человек, который годился мне в дедушке. Значит, и он говорил, она называлась машина времени. Ну, и при этом, так сказать, я был уверен, что даже если, как глупость произойдет, что я напишу книгу, то уж точно так я называть ее не буду. Вот. Но в результате получилось вот именно так, как он говорил. То есть, не по моей... То есть, книжку, конечно, я написал по своей воле, я ее хотел написать, а вот название, так сказать, придумала, вопреки моей, так сказать, моему протесту из... не издательница, редакторша этой книги, Герасимук, фамилия Герасимук, имя, отчество я подзабыл, но, в общем, оно у меня записано, к сожалению, вылетело из головы. Вот. Это она настояла, так сказать, вопреки моим протестам. Вот. Значит, цели этого самого гайдучка. Зачем он меня нашел через своих учеников? Значит, по его словам, значит, я рассказываю ту версию, которую он мне изложил. Зачем он... Зачем я ему нужен? Значит, во-первых, я спокойно отнесусь к этому рассказу о том, что вот несчастный мальчик попал из своего 23 века в наш жестокий 20 век. События происходят в конце... во второй половине 80-х годов. Примерно 87-й, 88-й, вот эти года. Плоть до 91-го года мы с ним общались. Вот. И он попал в наш 20-й жестокий век, у него поломалась машина времени, он не смог вернуться обратно к себе в 23 век, застрял. Значит, он попытался отправить за помощью машине времени, то есть, получается, машина времени двух человек уже не могла вынести. Но одного человека, вроде бы, по его словам, она могла, значит, вытащить. И, значит, он отправил девушку за помощью. Сам прятался по кустам в надежде, что помощь вот-вот придет. Но помощи не дождался. И через некоторое время он стал заболевать. Вот здесь, как бы, логика, мне кажется, вполне нормальной, потому что спустя три века у людей, конечно, потеряются иммунитет к простым болезням, которым есть иммунитет у нас. Ну, например, там грипп, штаммы гриппа меняются, и те штаммы, которые безопасны для нас, могут быть смертельными для тех, кто живет там через много веков. Так же, как для нас могут быть смертельными штаммы вирусов, которые были на Земле сотни веков. Ну, многие, от которых у нас уже пропал иммунитет. Ну, то есть, то, что он заболел, в этом, наверное, нет ровным счетом никаких, никакой аномалии, да. И поскольку его болезнь здоровая ухудшалась, болезнь прогрессировала, он, как бы сказать, понял, что уже не до жиру, и был вынужден выйти к людям. Значит, и по его словам, его приютила местная семья с фамилией Гайдучок, то есть, это фамилия его приемных родителей, получается. А его как зовут? А его я не знаю, как зовут, ну, вернее, как зовут его, Евгений, это его вроде бы как нормальное имя, вроде бы как. И Ясипович, понятно, что это тоже отчество приемного отца. Ну, и Гайдучок, естественно, тоже приемное. Значит, я боюсь соврать, я не запомнил этого. Или не называл, или я не запомнил. Вот. И он, ну, выходили его, то есть, он серьезно болел, но в конце концов, значит, его поставили на ноги. И поскольку дело происходит, да, в любой стране, неважно, Советский Союз или не Советский Союз, то есть, конечно, нужно как-то легализоваться, раз уж он должен как-то жить и складывать свою жизнь, если он не намерен, как бы, кончать жизнь самоубийством, ему надо как-то строить свое будущее. Вот. Поэтому, во-первых, конечно, ему справили документы, поскольку семья проживала в деревне, это было относительно несложно. То есть, я от других знаю, что легализовать в деревне, получить паспорт, паспорт одного переписать на другого, в общем, тогда не составляло труда. То есть, у меня есть живые примеры, как бы, из других уже судеб, которые, в общем, меня в этом убеждают. И вот, значит, соответственно, он получил нужные документы и его отправили, или, точнее, он сам отправился учиться в Ленинград. В Ленинграде он учился, значит, был достаточно умненьким учеником. Ну, фактически он заканчивал учебу, то есть, он же уже попал сюда подростком. Вот. В Ленинграде у него было несколько таких интересных встреч. В частности, он там встречался с Гербертом Уэллсом, тем самым автором «Машины времени», с которым они по-английски, так сказать, обсуждали вот тему «Машины времени». К сожалению, я об этом от него не узнал. Это мне рассказала его дочь, уже после его схода. Владимир, можно вопрос какой-то, я не забыл? Да, да. Вот в тот момент, когда ваша книга, когда редактор настоял на названии «Машины времени», не было ли у вас мысли настоять на смене названия, дабы опровергнуть в словах Гайдучка? Нет. Во-первых, я был против изначально и был убежден, что все будет по-моему. Редактор, да, в случае, плевать хотел на мнение автора. Но редактор просто волюнтаристским методом поставил и все. Ну, она мне объяснила, что, мол, я еще молодой и плохо понимаю в этом деле. И, естественно, это делала она только для моего блага, ну, с ее точки зрения. Кстати говоря, это прямого отношения не имеет, конечно, к теме Гайдучка. Но если вот говорить об этой книге, с этой книгой был еще минимум один очень удивительный эпизод. И вот, когда они между собой обсуждали, так сказать, судьбу этой книги, несколько редакторов в агентстве печати новости, у них произошел казус. Прям, так сказать, в присутствии трех редакторов в небольшом закрытом помещении исчезает эта рукопись, ну, она, рукопись вот в такой вот пачке листов А4, распечатанных, лежат в такой солидной подборке, ну, в папке, и лежат на столе. Это я с их слов, конкретно со слов Герасимук рассказываю. А стол, конечно, не сказать, что он совсем пустой, но там больше папок нет. То есть папка единственная. Вот обсуждается судьба этой книги. Слушайте, а стоит нам вообще связываться вот с этой темой? Может быть, так сказать, может быть, не стоит? Ну, вот, ну, примерно в таком виде, так сказать, разговор. И вот пока они обсуждали, обсуждали, вдруг эта папка исчезает. Ну, то есть какой-то, не вдруг, в смысле, на их глазах она испаряется. Ну, просто в какой-то момент никто из людей не входил. Никто из людей не выходил. То есть три человека сидят за столом и обсуждают папку рукопись, которая лежит между ними. Ничего в постановке, вот в этой сцене это не меняется. Просто в какой-то момент кто-то обращает внимание, а где, собственно, рукопись, о которой идет речь. И рукописи нет. Значит, естественно, подозревать друг друга, ну, там, люди не такого уровня. То есть никому в голову не придет заниматься там воровством или какими-то такими подковерными интригами. Поэтому ни на кого, конечно, они даже и близко подумать не могли. Они перевернули всю эту комнату. Они сделали генеральную уборку. То есть, вот буквально вынесли оттуда все и обратно занесли. В общем, короче говоря, они были в шоке. Они не знали вообще, как поступить, поскольку второго экземпляра не было. Ну, такая технология. Работали с одним экземпляром, его правили, отдавали на перепечатку и так далее. То есть электронной копии не было. Напомню, это начало 90-х, компьютеры тогда только-только, так сказать, появлялись. Поэтому все печаталось на машинке. Моя рукопись была тоже на машинке. В общем, короче говоря, обсуждали, уже начали обсуждать вопрос, как сказать автору. Как бы поделикатнее, так сказать, вот так, чтобы и не обидеть, и было правдой. И проходит три дня, и рукопись появляется в той же комнате, которая обычно запирается. То есть, соответственно, туда имеет право заходить только очень ограниченный круг людей. Рукопись в том же виде, как была, причем на той же странице, вот как будто бы минуту назад ее смотрели и правильно. Иду, речь о рукописи, о которой я говорю, книга «Машина времени», многострадальная. И после этого, когда она появилась, авторы, редактора, которые, как бы сказать, были против и говорили, стоит ли нам связываться с чертовщиной. Тут описываются какие-то вещи, которые просто не могут быть. Серьезные люди в такое не поверят никогда. И вот когда на их глазах, значит, это случилось, значит, вопрос о том, печатать или не печатать, он отпал. Потому что все, как бы сказать, были убеждены, что это чудо. Другого слова не было. Вот, но это я немножко отвлекся в сторону по поводу рукописи, что с рукописью не все так, так сказать, просто, как кажется. Значит, вернусь к тому, с чего Гайдучок начал. Значит, ему, по его словам, ему нужен был человек, который отнесется к его рассказу, ну, как минимум, спокойно и с доверием. Логически он вычислил, раз есть человек, который пишет на тему, написал книгу, с его точки зрения уже написал. То, что еще не приступал, это уже мелочи и детали. Ему же некогда ждать, когда же я, наконец, приступлю. Тем более, что если бы он ждал, он бы не дождался, потому что приступил я после его смерти. И вот, раз я, так сказать, писал, значит, я спокойно это восприму. Ему нужно, чтобы я его рассказ выслушал. И в следующем издании этой машины времени, или, так сказать, где посчитаю нужным, я что бы рассказал о его вот такой трогательной судьбе, ну, из-за чего он во всех красках эту судьбу свою описал. То, что он, когда он считал, что это мне не нужно знать по каким-то причинам своим, он говорил, то есть он не все рассказывал, на многие вопросы он принципиально не отвечал. А вот интересный вопрос, он в детстве, когда читал в нашем времени, было там упоминание о его судьбе? Ну, соответственно, нет, потому что он просил в следующем издании, и в первом издании действительно о нем не было ни строчки. Парадокс убитого девушки? Ну, нет, есть, я думаю, что нет никакого парадокса. И он, значит, мне подробно, значит, описал свою жизнь, ну, по крайней мере, в той степени, как он считал нужным описать. Он ответил на те вопросы, которые, ну, считал возможным ответить, и категорически отказывался от некоторых вопросов, ну, вот, которые, видимо, так сказать, могли затронуть, там, реальность, изменить как-то реальность. Ну, вот, подчеркиваю, как он считал. Вот, в частности, вот, чтобы поняли, о каких вопросах идет речь, он категорически не отвечал на тему, как называется страна, откуда он приехал. То есть, ну, соответственно, если бы он сказал, что это Советский Союз, я бы посчитал, что это нормально. Ну, если бы он назвал ее как-то по-другому, я бы уже, так сказать, начал сомневаться. Ну, вот, короче говоря, видимо, он, понимая где-то степень моей предвзятости, я так думаю, я честно говорю, думаю, что он во многом подстраивался под меня, конечно, под мое восприятие. И версию, которую он мне рассказывал, я не исключаю, что это была лайт-версия, то есть легкая версия, где он, может быть, опускал ненужные подробности, которым я не был готов, а вот подробности там с машиной времени, ну, хоть я, так сказать, и где-то и не доверял, но, тем не менее, к этой версии я был готов. Вот. То есть, подчеркиваю еще раз, чтобы вы поняли, что я не воспринимаю его слова как абсолютную догму и не призываю вас добуквенно к ней относиться. И вот эти мои призывы, надо сказать, они уже сыграли свое дело. Я объясню потом в конце. Некоторые вещи в его рассказе я уже пересмотрел. Вот благодаря тому, что людям каждый раз, несколько раз повторяю, что не воспринимайте этот пересказ как вот истина в последней инстанции. Этот рассказ, который я вам пересказываю, я думаю, что был рассчитан на меня. То есть, в той интерпретации, которую я, как он считал, восприму. Ну, это примерно как аналогию такую провожу, как взрослый человек, разговаривая с ребенком, тоже, естественно, делает скидку на восприятие ребенка, на его словарный запас. Ну, и, соответственно, переиначивает реальность, превращая ее, так сказать, в легкую сказочную детскую версию. Вот некую версию, рассчитанную на мое восприятие, наверное, я и, так сказать, и получил. Видимо, так сказать, его цель была, чтобы я ему поверил. И где-то я ему действительно, ну, во многом я ему поверил, во многом. Но как раз вопрос о будущем Советского Союза, ну, в более общем смысле будущем России, вот это был вопрос, на котором он споткнулся, или, точнее, я споткнулся, и верить ему уже отказывался всячески. Вот это как раз то, о чем меня чаще всего сейчас спрашивают, а что Гайдучок рассказывал там о нашем будущем, о нашей войне с Украиной. Он рассказывал о войне с Украиной. Но, так сказать, вскользь и видя, как, видимо, так сказать, у меня мимика лица изменяется, я все-таки старался быть, следить за собой и быть неэмоциональным, но, наверное, так сказать, было видно по мне, что я это все не верю, во всю эту чертовщину. Начиная с того, что он четко говорил, что Советский Союз распадется, там будут войны между республиками, и он перечислял эти войны, и, как бы сказать, очень-очень скоро, ну, в смысле, через несколько лет, я убедился, что так оно и было. Но, подчеркиваю, к сожалению, я это убедился после его смерти. Вот, до его смерти, то есть при жизни его, у меня было очень двойственное к нему отношение. То есть, с одной стороны, меня очень сильно интриговала тема машины времени, и вот я не знаю, почему, ну, в смысле, не могу вам сказать, вот почему я ему, там, верил или не верил, доверял или не доверял, но интриговала абсолютно точно. И, как бы я ему не доверял, вот, в отношении его предсказаний будущего, но, тем не менее, так сказать, я не мог отделаться от желания, так сказать, еще поговорить на тему машины времени. Вот, поэтому, вот, если бы, так сказать, я доверял ему больше, то, понятное дело, я бы относился к его предсказаниям. Это не предсказания, это, скорее, воспоминания. Причем воспоминания, понятное дело, не слишком подробные, потому я примерно пытаюсь себя на его место поставить и так представляю. Вот, и предположим, что я знаю историю вот на том уровне, как знаю ее сейчас. Я знаю ее несколько больше, чем средний человек, потому что я этим интересуюсь. Но, тем не менее, я не специально готовился к заброске в прошлое. Ну, то есть, сейчас я не готовлюсь к заброске на три века назад, как он. Ну, если бы предположить, что я бы полетел бы в прошлое, ну, если бы я заранее готовился, конечно, я бы подготовился. Но он, по его словам, не готовился. Ну, то есть, он в результате аварии попал. Он летел не в наше время. Но, если я ставлю себя на его место и предполагаю, что я случайно попадаю на три века назад, то есть, это во времена Петра, как раз вот становление Архангельска, там, и Петровские все эти самые войны. Естественно, я помню основную канву. Конечно, там, я напрягу память, вспомню про, там, взятие Орешка, про Полтаву, про Мазепу и прочих, прочее, прочее, прочее. Но, что называется, как ни напрягай, я, там, не вспомню многие даты или многие подробности. Вот примерно та же ситуация была с Гайдучком. Единственная только оговорка. Конечно, он знает, знал или знает историю гораздо лучше, чем средний человек. По его словам, я предрасположен ему доверять, по его словам, в будущем, с образованием, обстоит все прекрасно. И вот люди того, так сказать, светлого будущего, они, ну, более интеллектуальные, более развитые, более образованные. Он очень оптимистично говорил об истории России. Вот насколько я помню, слово Советский Союз он не употреблял. Россия у него звучала. Значит, по его словам, значит, уровень образования, повторюсь, в то время, ну, очень высокий. И, естественно, я знаю только один пример, вот, ученика 23-го века, ну, в лице того же Гайдучка. Ну, опять же, с его слов. Ну, если все остальные ученики настолько же продвинуты, как Гайдучок, тогда да, тогда абсолютно верно, так сказать, уровень образования высок. Значит, Гайдучок, значит, насколько я его знал, был, если не гениальным, то, по крайней мере, талантливым человеком в очень многих областях. То есть, был поэтом, музыкантом, художником, историком. То есть, многие гуманитарные виды деятельности были для него, ну, абсолютно, так сказать, знакомыми вещами, в которых он являлся профессионалом. Машина времени настолько бытовой вещью является в том времени, что даже подросток... Значит, хороший вопрос. Я с его слов это понимаю так, что примерно так же подросток может покататься на машине времени, как сейчас, подросток может угнать или взять на время у папы машину, как подросток мог 20-30 лет назад взять у папы мотоцикл, а там 200-300 лет назад лошадь. Но у нас один вариант, что он все-таки к нам попал. И он все-таки, так или иначе, поскольку он стал жить в нашей реальности, он на нашу реальность воздействовал. И, возможно, в какой-то степени... Сейчас я, так сказать, допущение все-таки делаю, я не уверен. Но допускаю, что изымать его из нашего настоящего, когда, может быть, когда это и сплыло уже, так сказать, дошло до инспекторов движения во времени в 23 веке, когда всплыл вот этот эпизод нарушения правил дорожного движения во времени, изымать его из нашей реальности уже стало поздно, потому что он, извините, наследил. Как поступить в этом случае? Вот представьте себе, что сообщил я о нем, фактически, то есть выполнил... Да, я немножко назад напомню. Его, так сказать, просьба ко мне на самом деле сводилась к одному, по его словам. Чтобы я описал его заключение в своих книгах, или в своей книге, в следующей. Для чего? Для того, чтобы в его времени о нем узнали. Ну, в своем времени же он куда-то пропал, и поскольку, так сказать, он уже не тешит себя иллюзиями, что он вернется обратно в свое время, да, собственно, для него уже наше время уже стало более родным, потому что здесь он прожил большую часть жизни, да. Поэтому, ну, может быть, он и хотел бы, но уже понимал, что это поздно. Но, тем не менее, как бы послать прощальный привет тамошней своим друзьям и знакомым, конечно, он хотел. И поэтому он здесь в нашем времени собрал большую посылку, огромную посылку информации, которая, по его мнению, была бы интересна в 23 веке. Которая информация, которую в обычных библиотеках не найти, но которая представляет интерес тамошним, так сказать, его соплеменникам. И он набрал большой архив, который он назвал посылкой для 23 века. И просьба ко мне сводилась к тому, чтобы я об этой посылке упомянул. Где будет храниться эта посылка? То есть это вовсе не значит, что я должен был ее хранить. Нет, она хранится, так сказать, у его родственников. А где они будут хранить, это вопрос второй. Но через некоторое время, то есть в 23 веке, когда какой-нибудь въедливый, так сказать, историк докопается до этой истории, скажет, о, глядите, тут какой-то чудак пишет о каком-то чудаке, который там назвался, какой-то самозванец назвал себя путешественником из нашего времени, из нашего 23 века. Ну, конечно, это полная фигня, но давайте на всякий случай проверим по архивам, был такой или не был. И вот если, так сказать, это дойдет до современников 23 века, то они поднимут архивы, и надо же, всплывет, так сказать, детали какие-то, которые позволят им отнестись к этой истории более серьезно, позволят, заставят их копать в буквальном и в переносном смысле, и рано или поздно они выйдут на эту самую посылку, ну и, соответственно, его задача, вот этого гайдучка, уж если не самому вернуться в 23 век, то хотя бы, так сказать, вернуться виртуально в виде памяти, в виде такой вот прощальной посылки. Вот его был, так сказать, подчеркиваю, это объяснение было для меня. То есть какое, может быть, опять же, это было объяснение лайт, и он меня использовал, так сказать, в темную, не объяснив реальных целей, но, по крайней мере, эта цель мне кажется вполне логичной. То есть я допускаю, что он меня где-то обманул, но, тем не менее, так сказать, исхожу из того, что это правда. И в результате, в общем-то, по большому счету, так оно пока, все идет как надо. То есть я о нем написал, потом еще раз написал, потом о нем стали писать уже и снимать другие. И уже, так сказать, я не скажу, что он стал всемирно знаменитым, но страничка в Википедии о нем немною созданная, и статьи, которые гуляют по интернету, тоже немною созданные, они есть. И даже если я полностью потеряю к нему интерес, как бы сказать, я думаю, что свою часть миссии я уже сделал, и, как бы сказать, а больше, в общем-то, от меня и не требовалось, с его слов. Вот, но, подчеркиваю, с его слов от меня больше ничего не требовалось, и написав это, ну, наверное, он мне бы за это сказал, если бы был жив, спасибо, и на этом, так сказать, наше с ним знакомство бы закончилось. Но, поскольку время от времени я возвращаюсь к этой истории, хотя новых материалов к ней добавить уже нельзя, вроде бы, кажется, ну, потому что главные фигуранты этой истории уже умерли, значит, но, тем не менее, вот иногда полезно, как показывает практика, другими глазами взглянуть на эту историю. Это была первая жена, да? Она первая-единственная. Когда, значит, другими глазами на нее, на эту самую жену посмотрел, я стал вспоминать все наши разговоры, и стал вспоминать, и то, что она меня раздражала, и то, что я на нее никак не обращал внимания, видимо, так сказать, сказалось на том, что я ее игнорировал и никак не рассматривал вот в этой, так сказать, вот в этой истории, а на самом деле ее роль очень велика, роль этой женщины. Значит, во-первых, она знала всю эту историю, мало того, она, поскольку иногда его обрывала и поправляла, она знала ее, эту историю, не хуже, то есть это сейчас я уже задним числом понимаю, она была заинтересована в этой истории жизненно, явно больше заинтересована, чем просто вот, просто жена, которая следит за мужем, ну, чтобы он не, он не выглядел там полным дураком, там, предположим, нет, то есть она спокойно относилась к тому, чтобы муж рассказывал то, что нужно было мне сообщить, но чутко следила, как бы, как вот цензор, чтобы он не сказал лишнего, что меня, естественно, вот это злило и раздражало. Вот, и, как бы сказать, когда другими глазами на нее смотришь, то есть если воспринимать ее уже не в качестве случайного, третьего лишнего в этой истории, а получается, так сказать, участника этой истории, то вполне логичным, как бы, историю, история вполне логично может быть переписана, теперь уже, ну, мною, то есть, к сожалению, я оговорку делаю, это уже, так сказать, дальше начинаются домыслы, ну, или, точнее, логические домыслы, то есть если эта жена не просто жена, а участница, тогда другого варианта, в качестве кого она в этой истории участвует, кроме как вспомнить, что Гайдучок ведь путешествовал с некой девушкой, кроме как, вот, вообразить, что эта девушка она и есть, как бы, другого варианта практически нет, тогда много встает на свои места, по его словам, он девушку отправил в будущее, надеясь на помощь, а помощь не пришла, ну, как бы сказать, вроде бы, он просто ее изъял из своей истории тем самым, чтобы дальше о ней не вспоминать, на самом деле, он вполне мог ее и не отправлять, ну, сломалось и сломалось, отправлять было просто не на чем. Почему он об этом, так сказать, скромно умолчал? На мой взгляд, объяснение очень простое, вот теперь, Ольга, слушай внимательно, втройне. Значит, если в этой истории я знаю, что девушка уехала на машине времени и исчезла вместе с машиной времени, то, как бы сказать, дальше меня, судьба этой девушки и, самое главное, судьба этой машины времени меня не волнует. Она исчезает из нашей истории безвозвратно. Если же и девушка остается, так же, как и гадучок, в нашей реальности, это означает, что и машина времени находится, и по сию пору она находится где-то в Ставропольском крае. А это уже совсем другая история. С этого места начинается, что называется, гораздо более интересная история. А место там, где конкретно родителям попал в прием? Понимаете, при жизни его, при жизни гадучка, меня эта тема не интересовала. Сейчас я этой темой заинтересовался. И пытаюсь, так сказать, задним числом выцепить, теперь уже логически вычислить, где они ее закопали, в болоте ее в Ставропольском, где-то в пещеру загнали, не знаю. В горах. В горах Ставрополя. Понятия не имею. Но в любом случае, вот это, так сказать, все становится гораздо, так сказать, любопытнее. И вот, чтобы разгадать это, я, естественно, пытаюсь вычислить судьбу этой девушки, ну, то бишь, жены его. По официальной версии, которую они, так сказать, своим потомкам, так сказать, преподносили, с девушкой они познакомились, ну, в смысле, с женой, супругой, они познакомились на фронте. Все, весь фронт прошли с ней. И, ну, поженились на фронте. И, так сказать, уже потом, после войны рожали детей. И, как бы сказать, жили, поживали и занимались своей жизнью. Но если предположить, что он прибыл в наше время со своей девушкой, то вполне логично, что на ней он и женился, потому что, конечно, он чужой в нашем времени. И иметь хоть кого-то, так сказать, кто тебя понимает, конечно, это очень важно. Что там, об этом даже обсуждать нечего. Вот, в общем, короче говоря, я это специально об этом упомянул. Не потому, что я знаю продолжение. Продолжения еще нет. И мы, и эта история не закончена. Она только начинается. Все только начинает. Вот. Но я это объясняю, что история внезапно, то есть всего-то год назад, приобрела совершенно другой, так сказать, окрас. И это не значит, что теперь она правильна, эта история. Я не исключаю, что через некоторое время мы поймем, что там еще более усложнится или, наоборот, упростится эта история. И поэтому, вот именно поэтому я не призываю вовсе, так сказать, верить ей до буквенно. Это хорошо. А что он предсказал все-таки еще? Значит, теперь по поводу предсказал. Еще раз повторюсь, у меня нет готового списка с датами, с годами и всем прочим. Потому что я это не воспринимал серьезно. Да, он предсказал развал Советского Союза. Я помню по памяти те моменты, которые меня возмутили, то есть, как бы сказать, являлись в моем восприятии скорее контраргументами. Но чем окончится фашизм на Украине, допустим? Фашизм на Украине я не помню, но я помню четко о войне в Крыму и войне на Украине. Вот эти слова были. Значит, соответственно, я не помню слов там, что Россия победила Украину или что-то вот в этом роде. Вот это я не помню, поэтому врать не хочу. Но как только, так сказать, я задавал вопрос напрямую, ну хорошо, ну а вообще, так сказать, какая страна в конце концов? Вот столько войн вы описываете. А какая страна, вот где вы живете? И он говорил, что на самом деле как бы все нормально. Ну да, будут воины, много воин там и так далее, но в остальном все нормально. Ну, не важно, как называется, главное, что, ну, думать, считайте, что Россия, чтобы вам успокоить вас. Ну, что-то в этом роде. То есть, короче говоря, если я скажу, что, понимаете, не хочу быть таким дешевым трепачом, который печатает Оракуль в газете Оракул гороскопы на год, которые через год все равно все забудут, но зато, так сказать, все будут считать тебя чудным предсказателем. Я не настолько владею деталями и не настолько владею годами, чтобы вам это сказать. То, что на ваш век и на мой век хватит лихолетия, в этом не надо быть Оракулом, чтобы это, так сказать, предсказать. Это и так мы все понимаем. Теперь я уже понимаю, хотя мне это, так сказать, мне об этом толковали, толковали, но я не хотел в это верить. Нет, ну понятно, вот на то, что будет ли колонизация планет, Солнечной системы, Марса, спутников Питера, Сатурна и так далее. Вот это уже веселее вопрос. Значит, объясню почему. Значит, если в отношении там войны на Украине это был просто устный его рассказ и не более того. Ну, я имею в виду не конкретно мы останавливались над темой войны на Украине. это, так сказать, через запятую перечислял просто, где были военные конфликты. Вот. Но гораздо интереснее была другая тема, которую он, помимо устных слов, еще переносил на на холст. Я уже сказал, он был достаточно талантливым, ну, если не гениальным, но талантливым точно художником, и он много рисовал, много сделал картин, в частности, он явился создателем районного музея, которые многие, кто приезжают на Медведскую гряду, в этот музей заходят, получают удовольствие, в общем, я не слышал каких-то там сильно отрицательных отзывов, ну, конечно, при условии, что это музей районный, что уровень его даже не областной, но тем не менее, для районного музея он очень хороший, при том, что он был очень сильно пострадал после смерти гайдучка, он много лет был закрыт, наверное, там много чего было разграблено, очень много сделано гайдучком исчезло, в том числе сгорело, в том числе много было оттуда вывезено, сейчас, как бы сказать, не буду кого конкретно винить, но среди его как бы музея, среди вот всего великолепного музея, который там есть, главный экспонат его жизни, чем он сильно гордился последние годы, и мне он об этом рассказывал, так сказать, со сверкающими глазами, он очень подчеркиваю, это была его гордость, и он считал главной заслугой его жизни, главная заслуга не в том, что он послал посылку в будущее, а в том, что он сделал ленту времени, значит, это цепь последовательных картин, причем сделанных художественной, высокохудожественной манере, то есть картины маслом, которые будучи объединены так сказать последовательно вместе, они представляли из себя цепочку событий, наиболее значимых событий в истории человечества, ну то есть лента времени в буквальном смысле, то есть начиналась слева эта лента картинами там о доисторическом прошлом человечества, охоты на мамонтов, там наполеоновские войны и так далее, тому подобное, в общем в хронологическом порядке, и далее эти картины доходили до советской власти, ну там естественно были вполне так сказать прогнозированы там были картины, которые условно говоря не могли не быть в условиях когда там министерство культуры в советском союзе существовало, конечно там были картины об октябрьской революции, о других достижениях советской власти, вот но там были картины дальнейшего развития, то есть по его словам он делал ленту времени до 23 века включительно, значит он считал, что никто никогда вот подобный подход в истории не делал, то есть вот такая вот целостная картина представления об истории, с другой стороны вот одновременно как бы экскурс и в прошлое и в будущее ну согласитесь в общем может быть эта идея витает в воздухе но она что-то вот не сильно реализована по крайней мере вот в таком виде то есть по крайней мере ленты времени ну или ее аналогов я ни у кого не вижу до сих пор а он ее создавал и на протяжении вот нескольких лет пока я к нему приезжал он мне так сказать гордо показывал ее вот при этом предупреждал чтобы я об этом не обмолвился потому что значит по его словам и вот если так сказать дойдет наверху то его за это не погладят по головке я еще переспрашивал ну а что тут такого ну это же очень здорово это же интересно нет нет ни в коем случае как бы сказать это время не пришло вот как может быть когда сделаю тогда так сказать будет видно ну что-то такое вот и он показывал ленту времени которая уже ну частично он ее выставил нетрадиционные и фрагменты истории будущего он не выставил в музей но они уже так сказать какие-то частично были нарисованы какие-то в набросках были нарисованы а какие-то еще только так сказать в задумках то есть он еще это не выставил на суд общественности я не знаю так сказать выставил ли он бы не знаю но подчеркиваю он считал что это главное достижение его жизни и вот когда наконец он помирает в 91 году я не сразу попал в музей музей был закрыт естественно потому что он держался на этом человеке и как часто это бывает в таких случаях просто коллапс наступил ну несколько лет там была полная так сказать анархия безвластия и разруб часть картин осталась в музее часть картин приехала дочь Гайдучка она не жила в этом городе и как я догадываюсь у нее были сложные отношения с родителями потому что она считала отца фантазером она признавалась мне далеким так сказать от реальности ну и она как более серьезный человек она уехала строить свою карьеру далеко от отчего дома вот но после смерти она вернулась не вернулась она приехала в этот город в Жирнос вот и она стала работать в отделе культуры этого города ну музей был при отделе культуры как вы понимаете и она стала работать в отделе культуры но не в музее а в ДК и как и так сказать часть картин понимая что музей закрыты наглухо забиты так сказать окна были забиты и туда кстати говоря ну я слышал пока не знаю правда не правда но туда якобы залезали школьники и там что-то поворовали ну может быть действительно школьники залезали но понятно что 100 картин унести они не могли поэтому как бы списывать пропажи на школьников нельзя но тем не менее часть картин это самая Гайдучок Светлана Гайдучок это дочка вывозит в ДК где она является начальником ну она постепенно стала начальником и в общем в ДК она могла это контролировать часть картин вывозят домой то есть в дом где жила тогда еще тогда еще была жива вдова Гайдучка она умерла ровно через пять лет день в день час в час вот такая непонятная не знаю закономерность вот вывозят там где в дом где жила эта вдова часть картин вывозят в ДК и часть картин значит остаются на месте значит по ее словам я специально так сказать пытался выяснить а куда же делалась лента времени значит Светлана то есть дочка ко мне очень ревностно относится очень ревностно потому что ну вот у меня нет как бы желания с ней какие-то споры устраивать кто из нас лучше знает ее отца как бы сказать я считаю отец это святое ради бога так сказать не хочу так сказать встревать между и памятью памятью отца но она в общем достаточно ревностно ко мне относится что мол я вот другой образ отца ее так сказать преподношу а на самом деле вот она привыкла к другому к иному образу вот и поэтому у меня не всегда с ней так сказать бывают откровенные разговоры но когда они случались значит я ей вот самое главное что я хотел выяснить две вещи это состояние посылки которую гайдучок значит собирается передавать в 23 век и состояние его ленты времени так вот оказалось что Светлана не знает даже самого термина лента времени и в общем неудивительно поскольку ее не было в этом городе но скорее всего в эту тему не были посвящены ну большая часть людей которые знала этого гайдучка даже лично то есть он рассказывал об этой ленте времени действительно самым избранным и самым доверенным людям и поэтому так сказать то что не знают люди в этом нет ничего удивительного но к сожалению это ухудшает мои поиски вот в случае если бы были найдены эти картины конечно многие вопросы ваши бы нашли свои ответы я не знаю насколько там точно прорисованы события будущего сейчас сейчас об этом можно говорить только так опять в иносказательном виде потому что за все эти годы мне удалось найти только черновики этой ленты точнее я нашел только отдельные фрагменты прошлого отдельные фрагменты настоящего ну настоящего того для нас это уже прошлое восьмидесятые годы и отдельные фрагменты в виде черновиков будущего в том числе уже состоявшегося в частности там есть фрагменты где речь идет о мобильной связи о которой естественно не могло быть и речи вот в те годы когда он это делал ну там и некоторые другие моменты которые там компьютеры космодромы космодромы конечно это уже тогда была реальность но там в том числе например упоминается космодром на медведьской гряде который конечно там далеко так сказать даже до проектирования космодрома там месте хотя так сказать в то же время копьяр в общем-то нет там все-таки медведьская гряда и обосвоение других планет тоже было да там это так сказать все нормально с освоением планет за это можно не волноваться к сожалению вот эти фрагменты еще раз подчеркиваю они пока что не найдены и я начну как бы сказать печально подозреваю что скорее всего и не будут найдены никогда потому что вот дальше начинается уже так сказать история совсем другая и видимо история которую пишут инспектора по правилам по отслеживанию нарушений во временном континьюме то есть если существует какая-то служба которая строго следит за тем чтобы никто из путешественников во времени не изменял ход истории то начиная с начала 90-х годов то есть уже после смерти Гайдучка и после того как выходит моя первая книга о машине времени вдруг начинается череда так сказать непонятных событий ну или понятных событий которые приводят к тому что во-первых при странных обстоятельствах умирают погибают кто-то тонет кто-то сгорает кто-то там еще что-то с ним происходит буквально все потомки Гайдучка кроме Светланы Гайдучок ну Светлана Гайдучок жива дай бог ей здоровья но она уже не произведет она у нее живых не осталось то есть дети у нее были вот живых уже нету и уже детей не будет потому что возраст у нее ну извините пенсион она пенсионер женщина то есть фактически неважно сколько она проживет Род Гайдучка пресекся на корню в нашей реальности его больше нет его не должно было быть и его уже нет можно сказать значит следующее в нашей реальности не должно быть этой самой ленты времени то есть картины будущего лево крыло ДК где города Жирновска где хранились эти картины в 96 году а в 96 году как раз и вышла история у меня вышла история с Гайдучком после выхода этой истории этот это крыло сгорает к чертовой матери хотел передать и вот оно еще изгод нашего времени да то есть часть посылки это она осталась да но насколько но что там осталось я к сожалению сказать не могу я ну это так сказать вне поля моего зрения но то что предполагаемая лента времени вот по моим расчетам куда эту часть картин вывезли не домой и не оставили в музее и вывезли в ДК и вот там это сгорает значит когда я у это самое Светланы переспрашивал а вот она не знает что такое лента времени но я ей на пальцах объяснял вот там есть картины про мобильную связь она таращит глаза говорит а ведь правда он рисовал картины про мобильники я и правда еще думал так сказать откуда я это воспринимал это ее слова как сказки то есть он он ей тоже рассказывал но она считала что так сказать отец ее сказочных ну до какого-то возраста ей эти сказки нравились потом ее начали эти сказки раздражать и в конце концов она проголосовала против них ногами то есть убежала из семьи вот и когда я объявил фотографии они у меня в альбом я их выложил и там хорошо видно на этих фотографиях что горит следы от пожара идут всего от нескольких окон то есть сам ДК в идеальном состоянии поэтому в общем на ремонт потребовалось ну не так много денег ну и сейчас если вы приедете сейчас это все-таки 96-й год сейчас конечно там ничего об этом уже не напоминает вот но на фотографиях хорошо видно что пожар затронул только несколько окон и на самом деле эти окна из одного и того же помещения то есть просто выходят в одно и то же помещение то есть пожар был в одном помещении то есть иными словами если представить себе что это не какая-то мистика ну вот там по моей версии просто кто-то конкретно уничтожил воздействие на нашу историю то есть воздействие из будущего конкретно уничтожил картины из ленты времени ну если как бы не идти по этому варианту а представить что это ну какой-нибудь такой банальный криминал или банальное нарушение техники безопасности то вот такое так сказать банальное объяснение оно непонятно почему пожар быстро прекратился почему кто поджег вообще кому это нафиг надо было то есть короче говоря вот ну несколько непонятно вся эта история она но она становится понятным если решить что на самом деле нужно было уничтожить конкретно только эти картины и больше ничего